Фредки представляют достаточно подвижных и живых домашних животных, чьи поведенческие характеристики не так просто удовлетворить в условиях жилища человека. Если говорить прямо, то Фредка это домашний хорек. В качестве домашних животных эти милые живые создания содержатся у многих любителей животных. Фредка это подвид хорька, поэтому у нее форма тела соответствующая. Фредки представляют небольших плотоядных животных, входящих в семейство куницевые. Еще в давние времена римляне использовали фредок для охоты на кроликов. В наше время они содержатся в домашних условиях в качестве домашних животных. На самом деле домашнее содержание этих животных связано с рядом трудностей. Считается, что родиной Фредки является Европа. Интересная информация Латинское слово «фуроним» означает «вор». Фредка получила это название в силу особенностей своего поведения, она может украсть легкие и блестящие предметы, спрятав их в своем гнезде. Это животное стало домашним еще два с половиной тысячи лет назад, что соответствует периоду одомашнивания таких животных, как козел и осел. После одомашнивания Фредки использовались человеком для охоты на кроликов. Благодаря своему тонкому и гибкому телу, Фредка с легкостью могла заползать в норы, где живут кролики. Она справлялась со своей задачей, несмотря на то, что она имела меньшие размеры по сравнению с кроликами. Когда Фредка появляется в норы кролика, последний пытается покинуть свою нору за счет существования запасных входов слэш-выходов. У этих животных имеются некоторые анатомические, метаболические и физиологические сходства с человеком. Это позволяет использовать подобных живых существ в экспериментальных целях для исследования действия различных медицинских препаратов, лечащих многие опасные заболевания. Эти животные легко вызывают, в зависимости от условий, рвоту, что делает их незаменимыми в исследованиях механизма рвоты, а также действия противорвотных препаратов. Домашняя Фредка – это не что иное, как европейских орек, поскольку у них имеются сходные привычки и размеры. У Фредки желтовато-белый окрас шерстяного покрова, при этом окрас глаз розово-то-красный. Размеры Фредок, по сравнению с хорьками, несколько меньше. Они вырастают в длину в среднем до полуметра, при этом длина хвоста составляет около 13 сантиметров, весит взрослое животное в пределах одного килограмма. Домашние Фредки ставят взрослыми особями где-то в возрасте первого года. Взрослые самки весят от 0,3 до 1,1 килограмма, в то время, как взрослые самцы набирают вес в пределах от 0,9 до 2,7 килограммов. Половой деморфизм выражен неявно, но вот по весу и размеру взрослых особей можно отличить самца от самки. Как правило, самки вырастают в длину максимально до 35,5 сантиметров, а самцы всегда сантиметров на 5 длиннее. Длина хвоста колеблется в пределах от 7 до 10,5 сантиметров. Домашние Фредки имеют длинные клыки и 34 зуба. На каждой лапы по 5 неподвижных когтей. Черноногие Фредки по своему окрасу больше напоминают хорька обыкновенного, но при этом они имеют на глазах темные участки в виде маски, а также отметены на кончике хвоста и на ступнях коричнево-точерных тонов. Домашние Фредки характеризуются разнообразным окрашиванием меха, а также разнообразием рисунков. Существует базовых окрасов шерстяного покрова под названием. Соболь. Серебро. Черный соболь. Альбинос. Темноглазый белый. Корица. Шоколад. Цвет соболь считается наиболее распространенным. Основными востребованными узорами считаются сиамский, остроконечный узорчатый, панда, барсук и пламя. Несмотря на разнообразие окрасов и узоров, окрас домашних фредок в основном имеет сходство с окрасом их диких сородичей европейских хорьков. До нашего времени специалисты не могут определить, где именно произошло одомашнивание подобных животных, поэтому они считают, что предками одомашненных фредок являются европейские хорьки. Это связано с некоторой долей информации, дошедшей до нас с периода, который насчитывает два с половиной тысячи лет. В Европе этих зверьков использовали в качестве помощников-охотников. В наше время фредки — это сугубо домашние животные. Дикие фредки в основном обитали на территориях, заросших лесной растительностью с различной степенью плотности. Очень важно, чтобы рядом находился источник воды. Домашние фредки обитают непосредственно в жилище человека. Черноногие фредки предпочитают жить в норах, а их рацион питания состоит из собак, различной добычи и падали. На первых этапах их популяции были связаны с обширными территориями, распространяющимися от территорий Юга Канады до территорий Севера Мексики, а также Американского Запада. В результате бурно развивающегося сельского хозяйства на Великих Равнинах фредки практически вымерли. В 1987 году были пойманы оставшиеся 18 животных, которые обитали в дикой природе штатовой Минк, после чего этих животных начали активно разводить в условиях неволи. Семь самок из этой группы пойманных животных произвели на свет потомство, которое дожило до периода взрослых особей. Больше, чем 2000. Особей, представляющих потомков пойманных особей, с 1991 года были отпущены в естественную среду многих штатов США, а также на территорию Мексики. К сожалению, программа по реинтродукции не дала желаемого результата, хотя в некоторых штатах появились самодостаточные популяции этих зверьков. Несмотря на это, Международный союз охраны природы, МСОП, классифицировал этот вид животных, как вымерший в период с 1996 по 2008 годы. В этом же 2008 году черноногая фредка получила статус вымирающего вида. Фредки представляют типичных хищных млекопитающих, рацион питания которых в основном состоит из живой пищи, представленной различными видами грызунов, кроликами, а также пернатыми, если удастся поймать. При содержании в домашних условиях необходимо соблюдать мясоподобную диету. В рационе домашних фредок должны присутствовать корма, богатые на таурин, а также содержащие больше 30% белка и не больше 20% жира. Если кормить фредок одним сырым мясом, то этого недостаточно, поскольку, обитая в природной среде, эти животные кроме мяса, поедают и другие части тела животных. Чтобы восполнить в организме этих животных уровень витаминов, домашних фредок кормят витаминными добавками. Важная информация! У домашних фредок достаточно быстрый обмен веществ. Пища проходит через пищеварительный тракт максимум за 5 часов. В связи с этим, домашних фредок нужно кормить около 10 раз в день. Домашние фредки имеют обонятельную память по отношению к еде. Те продукты питания, которыми кормятся домашние фредки в первые полгода их жизни, будут в дальнейшем восприниматься этими животными в качестве основного компонента рациона питания. Для жизнедеятельности фредок необходимо много воды, а также высокобелковая пища с небольшим содержанием жиров. Часто фредок в условиях неволи кормят кормами, предназначенными для кормления котят и кошек. В первую очередь это связано с тем, что кормов для фредок практически нет. В любом случае не следует этим животным давать рыбу, а также корма со вкусом рыбы. Следует отметить, что сухие корма для собак не подойдут в силу того, что они не смогут обеспечить баланс наличия в организме фредок питательных компонентов, хотя к насыщению они приводят. И традиционно, не следует кормить фредку человеческой едой, а также ее останками. Многие из таких продуктов либо не перевариваются вообще, либо являются токсичными для организма животного. Несмотря на это, для нормальной жизнедеятельности этого животного необходимо, чтобы рацион питания был разнообразным, с включением в него овощей, фруктов и других лакомств, ради которых животное может делать все, чему его научат. Это говорит о том, что фредки легко поддаются дрессировке. Это животное пользуется большой популярностью среди тех, кто предпочитает содержать в качестве домашнего питомца экзотических, а порой уникальных животных. Эти животные не отличаются